Добрый день, меня зовут Масленников Дмитрий и мы ведем свой репортаж прямиком с Тотального диктанта в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации. Этот диктант проводится буквально по всему миру. Даже в Арктике члены российской экспедиции на несколько часов возвращаются в школьные годы. Тотальный диктант проходит в России уже в 12-й раз, а в Москве он проходит в 5-й раз в этом году. И так получилось, что когда я узнала об этой акции, естественно, мне стало очень любопытно участвовать в ней. И в первый раз я пришла на тотальный диктант в Ран Хиггс, это было 2 года назад. Стало немножко обидно, почему в наших родных стенах не проводится такое замечательное мероприятие. И я выступила с инициативой, и ректор поддержал. Для нас это вот первый опыт, который, я думаю, в дальнейшем станет традиционным. В Финансовом университете в роли чтеца выступил историк моды Александр Васильев. Люди задавали мне в конце интересные вопросы, а сам диктант прошел. Я считаю, на подъеме очень четко, интересно и интеллектуально. Я доволен присутствовать сегодня на этом уникальном для меня в том числе мероприятии. А что же думают сами участники тотального диктанта после написания работы? Сегодня я пришла сюда для того, чтобы понять, насколько грамотно, а значит, насколько буду профессионально в будущем. Несмотря на то, что будущее специалист по финансовым рынкам, мне никогда не помешает грамотно писать, грамотно говорить и правильно формулировать свои мысли. Хорошая возможность проверить себя, какие-то правила не знал, какие-то забыл, есть что повторить. Мне понравилось. Ну, на самом деле я пришла на тотальный диктант, чтобы показать своему молодому человеку, что я действительно грамотный человек, потому что я его все время исправляю, ему это очень не нравится. И, в общем-то, дело в том, что я училась на филологическом факультете, и мне хотелось просто понять, достойна я этого своего диплома или уже нет. Хочется надеяться, что таких мероприятий в ближайшее время в России станет намного больше. На этом у меня все. С вами был Дмитрий Масленников. До скорых встреч. Продолжение следует...